Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой замечательный автомобиль Kia K5. Машина новая, 2023 года выпуска. Двигатель стоит 1,6 литра, турбированный, выдает он 180 лошадиных сил. Коробка стоит восьмиступенчатая, автоматическая. Привод на данном экземпляре передний. Ну и хочется отметить, что эти машины бывают с мотором 2,5 литра и выдает он же 290 лошадиных сил. На этом автомобиле я передвигаюсь неделю. Проехал порядка 500 километров. В целом, что хочу отметить, машинка понравилась. Достаточно удобный автомобиль в городе. Неплохо он едет по трассе, но я считаю, что все-таки это городская машина. На стыках изрядно потряхивает. Машина жесткая и машина очень и очень шумная. Это, пожалуй, единственное, что мне вообще не понравилось. Слышно подвеску, слышно тормоза, посторонние шумы. Такое ощущение, что шумоизоляции вообще нет. Но, тем не менее, все это очень даже хорошо компенсирует комплектация данного экземпляра. Отделка салона приятная. Материалы хорошо подогнаны. Вот чего не хватает. Это, пожалуй, нет электрических регулировок здесь и нет подогрева сидений. Зато во всем остальном машинка очень и очень даже имеет богатое оснащение. Заводятся кнопки старт-стоп. Она спрятана вот в этом месте у нас. Есть голосовое управление. Этот автомобиль может сам подруливать. Очень удобная функция. Также здесь есть режим удержания в полосе. Очень хорошо помогает. В зеркалах есть помощники нахождения автомобиля в мертвой зоне. Тоже очень и очень хорошо выручает. В дороге, в перестроениях и в городе удобно. И в этом плане, значит, очень автомобиль даже понравился. Климатическая установка работает, честно скажу, не очень хорошо. Была жара. И когда автомобиль стоял, не двигался, климатической установки прям местами не хватало. Но управление удобно реализовано. И на трассе, в общем-то, это никак не мешает. Все прекрасно работает. Единственное, когда была жара за 30 градусов, ощущалась нехватка. По центральному вот этому дисплею у меня вопросов никаких особо не возникло. Он примерно такой же, как в других автомобилях Kia, Hyundai. Все очень похоже. Достаточно легко я здесь разобрался. Единственное, что не понравилось. Ночью вот эти кнопки не видно совершенно. То есть подсвечивается вот эта вот надпись радио. На кнопку саму не видно. Ее надо нащупывать. Ну, то есть к этому надо или привыкнуть, или уже непосредственно пользоваться клавишами на руле. А во всем остальном каких-то больших нареканий нет. Хорошая камера заднего вида. Прекрасно в нее все видно. Хорошо она работает. Мне, в общем-то, понравилось. Удобный селектор переключения передач. Такой вот напоминает, как у Dodge. Только у Dodge немножко помассивнее, побольше. Два подстаканника. Стояночный тормоз активируется кнопкой. Есть автоматическая функция активации стояночного тормоза. Вот такая шайба есть, которая отвечает за режимы. Есть режим кастомный, есть режим смарт, есть нормальный, есть спорт. Ну, я ездил в каком-то режиме смарт. Не знаю, что он там думает. Какой-то умный режим. Но, честно отмечу, по расходу этот автомобиль очень и очень экономичный. Я не могу назвать точные цифры, потому что было жарко. И автомобиль много времени стоял на парковке, просто заведенный. Поэтому мне трудно ответить в цифрах. Но я вот смотрю на указатель топлива. И могу отметить, что я проехал достаточно много. И стрелочка сейчас показывает ровно вот там полбака. Вот, поэтому расход какой-то небольшой. Что касается самого щитка приборов, к нему больших вопросов нет. Но, единственное, вот с моим ростом, с моей посадкой, я часть приборов не вижу. Вот с такой настройкой и регулировкой я просто не вижу половину тахометра и половину спидометра. Ну, хорошо, вот здесь вот в центральной части можно вывести электронный спидометр. И я уже обычно им пользуюсь. Во всем остальном, машинка удобная, комфортная. Есть подсветка. Значит, в козырьках тоже вот здесь есть подсветка. Единственное, что я не нашел, это место для очков. Здесь его нет. Бардачок такой вот средних размеров. Не могу сказать, что большой. Зато хороший подлокотник. Вот, в принципе, такой хороший вместительный. Все остальные органы управления, в общем-то, расположены на своих местах. Пользоваться удобно мне понравилось. Никаких вопросов не возникло. Единственное, у меня какой момент, совершенно мне вот эта вот ручка здесь вообще вот не понравилась. За нее и взяться нельзя. И сюда далеко тянуться. Ну вот, это вот прям не понравилось, не понравилось. Есть такие кое-какие моменты. И сзади, вот обратите внимание, точно такая же история. То есть и ручки нет полноценной. Она где-то вот здесь далеко. И за эту схватиться нельзя. Что у нас есть для задних пассажиров? Есть два разъема USB. Есть плафон. Есть вот здесь кармашек. И, пожалуй, ну да, в подлокотнике есть вот такие два подстаканника. На заднем ряду, ну, в общем-то, я сел достаточно неплохо. У меня рост метр восемьдесят шесть. И за собой я поместился. Не могу сказать, что втроем здесь можно хорошо уместиться. Но двоим, пожалуй, взрослым людям будет даже комфортно находиться на заднем диване. Еще один момент, который мне совершенно не понравился, это расположение кнопки открывания багажника. Она спрятана вот сюда. И здесь стоит камера. И когда вот вы стоите вот так сверху, эти кнопки не видно. Я постоянно пытаюсь нажимать в камеру, а кнопка, она вот здесь немножко смещена. Ну, совершенно такое решение мне не понравилось. Что еще не понравилось? Не понравился вот этот вот погрузочный отсек. Даже вот такой маленький чемодан не всегда удобно ложить. Потому что вот он сюда упирается. Вот эта ниша небольшая. Но я делал обзор на Hyundai Sonata. Я так понимаю, что это примерно один и тот же кузов. И у них точно такая же беда. Вот. Также нет никаких ручек вот здесь, чтобы закрывать багажник. То есть нужно постоянно пачкаться, где-то вот здесь за эту крышку браться. А во всем остальном багажник большой. Ну, кроме единственной вот погрузочной ниши. Здесь докаточка у нас спрятана. Данкрат. И вполне вероятно, что даже, наверное, полноценное запасное колесо войдет. Кстати, штатные колеса стоят 16-е. Ну, естественно, сиденья складываются, как уже во всех современных седанах. Делать это удобно. Можно всего лишь потянуть рукоятку вот там сзади. Давайте посмотрим моторный отсек. Ну, не могу сказать, что в моторном отсеке много места. Турбированный двигатель 180 лошадиных сил. И по большому счету он закрывает все пространство. Аккумуляторная батарея. Воздушный фильтр. Очень я люблю в корейских автомобилях, как он расположен. Бачок охлаждающей жидкости. Омываечка. Ну и, в общем, вот такая у нас машинка. Купил бы я себе такой автомобиль? Наверное, нет. Машина позиционируется, как конкурент Toyota Camry. Там, Volkswagen Passat. Не знаю. Нет, эта машина на класс ниже. Ну, единственное, что они очень хорошо выигрывают в оснащении, в комплектации. Здесь, да, это безусловно. Во всем остальном машинка прямо чувствуется, что она дешевая. Слышно подвеску, слышно вибрации двигателя. Ну, такой неоднозначный автомобиль, честно скажу. И вообще алгоритм коробки мне не понравился. Я не понимаю, как она работает. И я долго не мог понять, вообще, какая мощность у этого автомобиля. Потому что написано 180. Он как-то то едет, она то не едет. В общем, так вот, немножко неоднозначно. Я думал, что у ней лошадей 140, не больше. Но когда вот уже начал разбираться, посмотрел, там, оказывается, турбированный мотор стоит. Но, может быть, это просто вот алгоритм работы коробки такой какой-то специфический. Вот, кататься не поедем. Ничего такого сверхъестественного в этом автомобиле нет. Всем пока такой вот небольшой обзор.